МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Фактически у всех городов есть свои неповторимые легенды. Чешский городок Карловы Вары не исключение. Здесь находятся знаменитые на весь мир минеральные воды. Говорят, что в середине XIV века король Карл IV постоянно приезжал сюда на охоту. Во время одной из таких поездок он натолкнулся на необычные целебные источники. Это подтолкнуло его к решению основать здесь город. Об удивительной истории и легендах Карловых вар, месте, где слились воедино архитектурные изыски всех времен, лечебный воздух и минеральная вода, сегодня и пойдет речь. В средние века любимейшим занятием знать была охота. Не избежал этой страсти и самый знаменитый чешский король Карл IV. Если бы он охотился в наше время, то с вершины утеса ему бы открывался примерно такой вид. Этот утес сейчас носит название «Оленей прыжок». С ним связана легенда, которая повествует о том, как был основан город Карловы Вары. Звучит она так. Как-то приехал король в свой замок Локет, чтобы посмотреть на свои владения и как следует поохотиться. Он выехал со своей свитой рано утром, но удача в этот раз будто отвернулась. Они не могли отыскать никакой дичи. День уже перевалил на вторую половину, как вдруг перед охотниками из леса выскочил высокий и статный олень. Тут же спустили собак и началась погоня. Карл вырвался вперед всех и пустил стрелу, которая ранила оленя, но не свалила его с ног. Олень, как заколдованный, быстро несся через лес, но охотникам удалось загнать его на вершину скалистого утеса. Казалось, что оленю некуда было деваться, но он прыгнул вниз и исчез из виду. А когда король подскакал поближе, то увидел клубившийся внизу пар. Спустившиеся со скалы охотники увидели внизу бивший землеключ с горячей водой. Именно в него и прыгнул олень. Карл IV удивился, поскольку слышал о существовании горячих источников, но не знал, что они есть в его стране. Он решил искупаться, после чего почувствовал, как исчезли донимавшие его после долгой скачки боли в суставах. Так были открыты знаменитые горячие источники. А на этом месте основан город, названный по имени короля Карла IV – Карловы Вары. По-чешски Вар обозначает кипяток. Мы начнем знакомство с жемчужиной Карловых Вар с минеральными водами. Это здание накрывает главный источник гейзер номер один, который в этом здании бьет вверх на 12 метров. Внутри расположены несколько колонатки, башенки, поилки, я их называю. Которые с разными температурами меняют вод. Искусственно, они охлаждаются, потому что из первого источника вода слишком горячая, чтобы сразу пить. Говорят, что король часто посещал место, где был обнаружен первоисточник. Там он установил трон из скальной породы, который назвали в честь императора Карла. Впоследствии трон разрушился, и на его месте были построены многочисленные курортные лечебницы. В настоящее время в Карловых Варах на поверхность выходит очень много целебных источников, сходных по химическому составу, но имеющих разное содержание углекислого газа и температура от 40 до 72 градусов Цельсия. Успели посчитать источники? Всего их 12, так считается. На самом деле их немного больше. Допустим, в ряд лежащем курорте, в военном курорте, в подвале находится не всегда доступный источник садовый, с высоким содержанием углекислого газа. Точных данных об основании города Карлова Вары нет. Документальное подтверждение, указывающее на город Гейзеров, относится к 1370 году, когда все тот же Карлов IV присваивает ему особые привилегии, которыми в то время пользовались только крупные и столичные города. В дальнейшем слова о городе, где лечат ваннами с необыкновенной водой, пролетело всю Европу. Проведу сегодня экскурсию по славному городу Карлова Вары, который находится в Чехии. Но начнем мы не с центра, как в принципе уже понятно, а поднимемся на смотревую площадку и увидим город сверху. Чехия расположилась в живописных холмах, что можно увидеть из-за лимнатора самолета, когда будете подлетать. Карлова Вары же, Карловарский край, особенный холмист, что можно заметить, когда подъезжаешь на машине, у тебя будут золотые уши. Конечно, не Альпы, но живописные прекрасно. На высоте 550 метров над уровнем моря находится вершина Три Креста. Это мрачноватая, но романтическая достопримечательность Карловых Вар. Старинная легенда гласит, что на этом холме были убиты три брата, от которых требовали отречения религиозных идеалов, но они предпочли не продавать свою веру и веру своих предков. Эти кресты установлены примерно в 1640 году. Спустившись в туристический центр, можно увидеть здесь немало колоннад. Это один из основных символов Карловых Вар. Они служили местом променада, а еще были призваны защищать целебные источники. Пройдя дальше, выходим без привлечения лучшую колоннаду и главную, которая сделана в стиле псевдоренессанса, на которой располагаются пять источников. Мельничная колоннада самая большая в городе. Она расположена на набережной реки Тепла. Была построена в 1871-81 годах по проекту известного чешского архитектора Иосифа Зитека, автора Национального театра в Праге. Колоннада представляет собой один из символов Карловых Вар, хотя во времена своей постройки она не нравилась местным жителям и подвергалась сильнейшей критике. Изначально архитектор собирался соорудить постройку на три этажа, но из-за острой нехватки денежных средств приступил к строительству более упрощенного варианта, который сейчас мы и можем созерцать, оказавшись в Карловых Варах. Чуть меньше по размеру рыночная колоннада. Ее украшают деревянные кружева. Интересно то, что барельеф на два заисточника Карла IV изображает легенду об открытии Карловых Вар. Прекрасная рыночная колоннада, в которой находятся три источника. Нижний замковый, рыночный и Карла IV. Чуть выше, вон там, видите колоннадку, это там находится верхний замковый источник. А это последняя колоннада с общедоступным источником. Называется садовая, потому что сложно с прекрасным садом рядом, в котором люди прогуливаются, любители маленьких собачек. Отдыхать люди предпочитают в беседке свободы, внутри которой расположен источник. Вначале названный курортным, он вплоть до 1918 года носил имя императора Франца Йозефа I и только с 1946 года получил сегодняшнее название источника свободы. Он пользуется большой популярностью посетителей и гостей Карловых Вар. А это беседка свобода над однаменным источником. Его полюбили именно за название. Как принято, нужно попивать воду из таких вот бокальчиков, кстати, лучше сувенир отсюда, и попадать вот такие вот вафельки. Вообще Карловы Вары это в первую очередь курорт, известный своими минеральными водами, вести о которых в свое время дошли до России. 13 сентября 1711 года под звуки фанфар из замковой башни в Карловы Вары приехал русский царь Петр I. Он остановился в доме аптекаря Бихера на рыночной площади и начал курс лечения с питья карловарской воды. Проблемы со здоровьем Петра I вскоре были решены, и царь в прекрасном расположении духа приступил к ведению государственных дел. Но через год боли желчного пузыря вновь вернулись, и царь вернулся в Карловы Вары. Известно, что император никогда не засеживался в покоях. Он посещал местное общество стрелков и даже участвовал в соревнованиях по стрельбе, где был лучшим. Также Петр нередко заходил в кузницу, в Бржезовой, где сам выковал подкову и железный пруд. Ведя активный образ жизни, царь частенько выезжал на лошади на прогулку по горным лесам окрестностей Карловых Вар. В 1712 году, по легенде, вот на этот холм, на расседланном коне, то бишь без седла, въехал Петр I. Во время своего первого посещения. И, будучи хорошим ездником, он покорил эту гору, хотя тропа сюда еще не вела. И говорят, что вот на этом кресте, поскорее меня, который расположен здесь уже очень давно, он вырезал свои инициалы. Второй приезд русского царя в Карловы Вары надолго укрепил его здоровье. Он еще бы приехал сюда в 1716 году, но события тех лет не позволили ему этого. После того, как русский император побывал в Карловых Варах, сюда все чаще стали приезжать из России. Здесь побывали Александр II, русские императрицы и царевны, а также Гоголь, Тургенев, Алексей Толстой. Но по-настоящему заметным приток русских гостей в Карловы Вары стал к середине XIX века. В 40-е годы позапрошлого столетия сюда приезжало около 300 русских посетителей в год, а к началу 1860-х годов эта цифра достигла уже 500 человек. Именно по причине заметного количественного роста русских туристов и было решено начать работу по созданию здесь русского храма. Он строился исключительно на благотворительные пожертвования. 29 июня 1862 года в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла под покровительством великой княгини Елены Павловны открылась подписка на пожертвование для строительства православного храма в Карловых Варах. Первой здесь была записана сама великая княгиня, внешняя 4000 рублей. Сначала в 1867 году была устроена постоянная домовая церковь, а затем в 1897 году открыт храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Здание русской церкви уникальное. Помимо того, что оно безумно красивое, очень красивое здание, даже в России не в детских церквях видел. Оно имеет еще очень долгую историю миссионерства. И как бы это получается имейка русского народа в Карловых Варах. Ну, пойдемте, поставим свечки. Из современных достопримечательностей Карловых Вар можно назвать, пожалуй, такие. Позади меня находится известнейший отель Grand Hotel Pup, который засветился в таких фильмах, как «Шанхайский рыцарь» с Жекичаном, «Казино рояль» там, между прочим, снимали. А также очень советую посмотреть фильм, классная американская комедия такая, семейная. Называется «Последний отпуск». Очень известный этот отель. Одно из красивейших зданий Карловых Вар – это почтамт. Он был построен в начале 20 века. В этом здании можно послать открыточку на родину, что мы сейчас и сделаем. Это до Руси, да? Да. Да, одну такую. Одну я. Это 14 кроны. В 15 километрах от города располагаются руины знаменитого чашского замка Ангельская гора. Первые упоминания о нем в хрониках относятся к 1402 году. Но, видимо, крепость в готическом стиле была построена на этом стратегически удобном месте гораздо раньше. Ну вот мы и наверху. Сзади меня развальны, а вокруг прекрасный вид почти на всю долину. Очень странно. Сегодня здесь никого нету. Это место, оно очень облюбовано парочками влюбленными. Я здесь уже пару раз был, и всегда было к ним пару целующихся пар, обнимающихся. Сегодня этот овеянный славный историй старинный чешский замок так и лежит в руинах. Одна из легенд гласит. Когда-то давным-давно английский король убил на охоте медведя, напавшего на женщину с ребенком. Женщина погибла, а мальчика забрали во дворец. Назвали его Ричард Медвежья Лапа и воспитали вместе с королевской дочерью Альбиной. Мальчик рос сильным и смышленным. А когда вырос, то полюбил подругу своих детских игр. Но он не решился просить ее руки у короля, а уговорил бежать с ним тайно. Уплыли они за море и добрались до холма, на котором в настоящее время стоят руины чешского замка Ангельская гора. Здесь, на холме, построил Ричард надежную крепость. Альбина была ласковой и доброй. Местные жители полюбили ее и стали называть ангелом. Отсюда и пошло название этого чешского замка – Ангельская гора. У этой легенды есть продолжение. Звучит она примерно так. Время шло, Альбину все мучили угрызения совести от того, что она нехорошо поступила с отцом. Но Ричард и слышать не хотел о примирении, а только становился все более злым и раздражительным. В это время английский король Тристан искал сбежавшую дочь. С помощью ясновидца он, наконец, узнал, где спрятались беглецы, и отправился к замку Ангельская гора со своим войском. Шпионы донесли Тристану, что Альбина хочет примириться с отцом, а Ричард противится этому. Войско разгневного короля окружило крепость. Ричард понял, что спасения нет, и решил отравить Альбину. Но перепутал бокалы и сам упал замертво. После этих событий Альбину с детьми король Тристан забрал обратно в Англию. И жили они, как говорится, там долго и счастливо. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!